Технологии не могут нам мешать. Они никаким образом нам не могут мешать. Почему? Потому что в наш мир высоких технологий, которые развиваются впереди иногда наших даже желаний, мы только об этом подумали, смотришь, уже какая-то корпорация нам это дает. В следующем месяце будет испытываться уже новый совершенно вид машин, которые вот здесь проносятся, которые будут управляться полностью пилотом, когда уже мало что будет зависеть от самого водителя. Мы идем вперед. Я на сегодняшний день мало вижу гуляющих в парке, я вижу прокатывающихся мимо меня на разных совершенно веломобилях, каких-то колесиках, каких-то крутящихся, светящихся вещах людей. И вот-вот они уже летать начнут по этому парку. В этом нет ничего плохого. Нужно быть просто к этому готовыми. На сегодняшний день мы к этому готовы, как страна, мы это все потребляем. Мы к этому не готовы, как страна, которая это производит. Мы к этому не готовы, как страна, которая это изобретает. Потому что мы сделали у себя какие-то большие корпорации, нано, каких-то там технологий, которые нам ничего не дали ни разу. Мы сделали какие-то огромные вещи, которые называются сколковые, что-то там еще. Но это тоже все как-то ни о чем. Вот когда мы начнем что-то делать, тогда я скажу, что да, мы так же, как и они, не только думаем, как бы это потреблять и примерить на себя, но еще изобретаем и предлагаем внешнему миру что-то от себя. Но пока, к сожалению, поток ученых и молодых ученых, и молодых специалистов, которые сегодня уезжают из России, он все равно больше тех, что здесь остаются и находятся без здесь применения. Если вы сегодня даже вот так вот посмотрите невооруженным взглядом, тот смог, который висит над Москвой, свидетельствует о том, что экологическое состояние, да, мира, в котором мы живем, не говорит мне о том, что я буду жить долго в этом мире, как человек, как существо. Да, по всей видимости, все-таки технологиям и медицинским технологиям еще далеко до всего этого. И человек, если он будет человеком, он найдет себя, используя в своем гаджете и ловлю покемонов, если у него есть нравственность, если у него есть ум, какие-то понятия для чего, зачем, любовь к матери, к родине. Покемоны здесь ни при чем. Мне кажется, главное в голове. Если у человека это есть, если его родина этому уделяет огромное значение, чтобы у него это было, если в него сеют разумное и доброе, то плоды, они будут. И они будут хороши для всех, как для человека, так. А сколько он проживет, сколько отмерен. Субтитры сделал DimaTorzok